Друзья, всех приветствую! Это неизменная рубрика на нашем канале Цены на японские автомобили Мы здесь просчитываем полностью стоимость машины От покупки на аукционе до растаможки под ключ в Владивостоке И вы понимаете, как же все-таки выгодно покупать машины напрямую из Японии Поэтому, погнали! Дайхатсу Мув Десятый кузов LA-150S и 160S Это если 4WD-версия И вы посмотрите, сколько же стоят все-таки машины Вот, допустим, у нас, понятно, пробег 188 Цена на самом деле не самая дешевая Мы привозили такие машины с меньшим пробегом и дешевле Причем это у нас получалось прям, ну, с хорошей регулярностью Вот, давайте посмотрим комплектация X Мы, кстати, на него ставили, но у нас был меньше бюджет 4 балла, 219 тысячи йен он продан 15-й год, 134 тысячи пробег Аукцион GU Tokyo Достаточно большая конкурентность на данном аукционе Комплектация X Это у нас 2WD По аукционику какие-то там мелкие царапины Мы на такого даже не обращаем внимания Есть А2 небольшая царапина на левой стороне Вот такой вот серый красавчик На белых номерах Почему-то, кстати, потому что на него уже закончился льготный период пользования Kikara Поэтому японцы их и продают Небольшой тоже спойлер Кнопка Star 100, потому что комплектация X стоит нормальная магнитола У нас есть климат-контроль Дальше это будет лучше видно Есть подогрев сидений Белый салон На самом деле не самой марки белый салон Признаюсь честно Это белый салон, не стоит об этом называть Но он не настолько маркий, как есть другие Давайте посмотрим Да, есть климат Круиза у нас нет Мультируль Ну, как бы обычный X Подлокотник, как обычно у нас грязный, вытертый Отдаем химчистку Все это исправляется Проблем в этом нет У Mowa двигается задний ряд сидений Тоже небольшой интересный момент То есть вы можете двигать его Видите, сколько там места Там место реально сзади Если там условно у вас в багажнике не лежит Каких-то габаритных вещей Сзади там ехать очень комфортно Багажник он есть Не стоит говорить, что его нет Понятно, что это не Prado Или там еще что-то Но багажник здесь Вот какой есть, такой есть И повторюсь, он может быть больше Давайте посмотрим, сколько он стоит Продал он был за 219 тысяч йен 219 тысяч йен Порт на него составит 200 тысяч рублей 547 тысяч рублей И выходит вот данный автомобиль На мой взгляд Вообще Шикарно и прекрасно Стоит данная машина И такую машину я купил бы сам Себе, потому что Цена реально очень хорошая Они стоят пробежные по 600-700 тысяч рублей Здесь уже в России Пробежные машины Которые также кто-то привез дешево Потом дорого пытается продать Очень частая история Давайте посмотрим, сколько стоит Попробуем найти Custom Custom это максимальная комплектация Да, максимальная базовая комплектация Dehatsumov Тоже очень интересные автомобили 2017 год Custom X Hyper Это у нас, как правило, вот такой вот Белый, либо оранжевый Поэтому он называется Hyper Вот эта вот вся история у него светится Классная машина По внешнему виду По салону она отличается Достаточно сильно Тут не показано Потому что это Тойотовский аукцион Они скупые на фотографии Но Вполне себе Хороший вариант D У него стоит за кузов Но опять же Не стоит забывать Что Тойотовский аукцион Это самый строгий аукцион У него есть тут небольшие царапки На порогах Вот с этой стороны я вижу Но на мой взгляд Это абсолютная мелочь 371 тысяча йен 640 тысяч рублей Друзья Что вы купите за 640 тысяч рублей С пробегом до 100 тысяч километров Машина 2017 года Да я могу сказать Ничего Вообще ничего Давайте посмотрим Mazda Меня интересует одна Mazda Это Mazda Axel Объясню, почему она меня интересует Потому что недавно мы привезли такую машину Это была первая Axel У нас Мы до этого как-то с Mazda Не сильно хотели связываться Потому что они достаточно геморройные В работе именно на подбор И покупку в Японии Объясню, почему Потому что Mazda это та машина Которую, к сожалению Невозможно проверить Точную дату выпуска То есть это Если ее вести проходной Это достаточно геморройное дело Его можно проверить Но Это время И как правило С момента выставления лота на аукцион До момента торгов Мы не успеваем это сделать И никто не успевает Потому что нужно отправлять запрос на завод А вы сами понимаете Что там никто не сидит И не ждет наши запросы Но давайте посмотрим Что здесь интересного есть И прям вот сразу Прям вот сразу 15-й год До рестайлинга Axel Эрка Давайте посмотрим Что за Эрка Эрки бывают разные, друзья У нас здесь Я вижу уже Была Была замена Задней левой двери И косметический окрас Задней Передней левой двери Порога И вторичный окрас На заднем крыле Ну то есть ее вот сюда Куда-то Обо что-то задели Дверь поменяли И покрасили Чтобы Скажем так Не было Отличия в цвете Я так понимаю Скорее всего У меня такая логика Это у нас Ц комплектация Она не самая жирная Аукцион у нас Аукнет Ну Не сказать что он какой-то хороший Не сказать что он какой-то плохой Комплектация у нас Прямо до потопа Тут у нее должен вообще быть монитор Но его нет Но и цена друзья у нас Мягко говоря там Хорошая Поэтому давайте посмотрим Сколько же она стоит Я по иенам уже примерно Прикинул в голове И она стоит Ну прям очень хорошо Для конечного покупателя Посмотрите на дно Автомобиля Давайте его детально Вот с этого ракурса Посмотрим Это Новый автомобиль Друзья Вот это вот все В таком виде Проездует еще не один десяток лет На самом деле Пятнадцатый год 109 тысяч пробег 438 тысяч иен Он продан Пошла на него будет большой Друзья До миллиона рублей 980 тысяч рублей Слушайте да Это ну офигеть До миллиона рублей Я скажу честно Седан пятнадцатого года Полноразмерный Объемом полтора литра Да он не в самой топовой Комплектации Но он уже на бесключевом Это Mazda Как бы ну Вполне себе комфортная Машина Большая Я даже вам скажу честно Я даже не представляю Как Что-то здесь можно купить В эти деньги На самом деле Наверное даже ничего И не купишь В эти деньги В России Ну вот я Пока мне в голову не лезет Только какой-нибудь старый 2006 года Там краун Ну Друзья Ну это как бы Не знаю По мне это Вообще офигеть Но мы возили Нашему клиенту Другую комплектацию Это Esco Вот она стоит Esco Она отличается От другой Это 4 балла 81 тысяча пробег Здесь будет хорошая цена Это все подтеки Это грязная машина Потому что в Японии Был сезон дождей Как и у нас У нее LED оптика Перед зад Так Это у нас не 4WD Насколько я вижу Сейчас еще раз Вольнемся Видите Про какой монитор я говорил И у нее здесь уже климат Шайба управления Этим монитором То есть тут все Поинтереснее Новый руль Но это не ProActive То есть это Просто Esco Есть Esco ProActive У нее идет тахометр В серединке И маленький Цифровой спидометр Вот здесь И по бокам И тут два бортовых компьютера Вот такая вот белая история Классно Интересно Отмыть И поедет она Будет блестеть Все будет круто 977 тысячи Но вот эта машинка Уже выходит 1 миллион 300 На самом деле Для Axel 1 миллион 300 1 миллион 400 Это хороший бюджет Когда можно урвать Прям хорошую комплектацию Которая будет радовать Еще не один Десяток лет При желании Давайте посмотрим Тоже любимцев многих Suzuki Jimny Это тоже Достаточно Прям людям Заходят эти машины Поставим его Десятого года Понятно Что это год регистрации Те кто люди Хоть как-то сталкивался С машинами Они понимают Что я сейчас Вожу Не год выпуска А год регистрации машины Год первой регистрации Машины в Японии Это тоже очень важно Понимать Что это не год выпуска Автомобиля Suzuki Jimny 3,5 балла Давайте посмотрим Что с ним Я Очень скептически Всегда отношусь И очень скрупулезно Мы подбираем Jimny Потому что понимаю Их болезни То есть У них есть Болячки Родовые Это Во-первых У них часто Встречается Вот такая вот История Когда краска Просто не живет В таком климате Как Япония Потому что В Японии Очень жаркое лето Очень жаркое Очень влажное И Есть такая вероятность Что не все машины Доходят в том состоянии В котором они Могли бы нас устроить Давайте посмотрим Этот Есть пара Небольших вмятин Ну это У Один Они там Абсолютно безобидные Вот такой вот Красавчик На кожаном салоне Комплектация Комплектация у нас Икс Адвенчур Это у нас Самый жир По факту Комплектация То есть У него есть Подогрева сидений У него Почему-то Две одинаковые Фотки Японцы загрузили Бронзовый цвет Классный Низкая Уже Ноздря На GU Он продан 745 Тысяч Йен Пошлина 200 тысяч Рублей 865 Тысяч Рублей Вот такой вот Красивый Бронзовый Джим Оценка 4 балла Год регистрации 13 85 тысяч Пробега На низкой Торпеде Да он Блин Он офигенный Друзья Он вообще Офигенный Шикарный Прекрасный Я обожаю Джимни Эта машина Если она в стоке У нее огромный Запас прочности На самом деле Главное Следить за ее Состоянием В плане Кузовном То есть Этой коррозии И так далее Представлен резина Какая-то там Стоит То есть Его вот это Вот литье Которое Как раз таки Идет Именно В этой комплектации X-Adventure Почему-то Они называют его Cross-Adventure Но на сидушках Здесь будет X-Adventure И скажу честно У меня на последнем Джимни Стояли вот такие Вот сидушки Я просто вижу их Они выглядят Немножко иначе Сейчас скажу Вот я прям покажу Как они выглядят Салон Я покажу Как они выглядят Эти сидения Выглядят Они очень Классно Очень классно Они с красной строчкой Если я их конечно Найду Они с классной Красной строчкой Так Это X-C Это не то Так Ну друзья Вы можете загуглить Чтобы не растягивать ролик Вы можете загуглить Посмотреть Вот они выглядят Вот так же Вот видите X-Adventure Только вот это красное И у меня стояли Такие сидения На последнем Моем джимни Скажу честно Это самый удобный Сидень на джимни Потому что Очень многие Ставят сидушки На 07 Sierra Потому что На 07 Дубовые сидения Реально Отекает пятая точка Ставят Sierra И ездят Вот тут В данном случае Мне такого делать не пришлось Потому что Вот эти сидушки стояли Они идеально комфортные Они с подогревом В отличном Вообще Были у меня состояния Просиженности И так далее Вот Те кто ездит в лес Очень must have Кожаный салон Тряпка протерла Все опять чисто Потому что Постоянно лазите С машины в машину Грязь Все туда тащится Это Такое имеет место быть Но друзья Вот 863 тысячи Рублей Выходит дан автомобиль Плюс погрешность Мы всегда округляем В большую сторону До 5 865 будем считать Как-то так Поэтому друзья Если вам необходим Автомобиль Где-то здесь будет Наш телеграм канал Внизу будет ссылочка На Наш ватсап Куда вы можете Написать И Также оставим ссылку На наш сайт Но на сайте Лучше заявочки не оставлять Оставляйте Лучшие заявки Либо в телеграм канал Либо На ватсап Куда вам удобнее Мы всегда с вами свяжемся Всегда поможем Всегда расскажем Что где и как Поэтому друзья Всем хорошего дня А мы поехали дальше КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok